Добрый день! Обзор прибора комбинированного Perse 4 версия 3.0. Что изменилось в новой версии? Распаковка, режимы работы, в том числе секретный режим и совместимые выносные кнопки. Меня зовут Анастасия, Perse 4 это двойной LCU в видимом и инфракрасном диапазонах. Spark. Есть две модификации в зависимости от цвета видимого LCU. Красный и зеленый плюс. У них одинаковые режимы работы, одинаковая комплектация. Различается цвет видимого LCU. У меня на карабине сейчас установлен красный. Распаковывать я буду зеленый плюс. Perse 4 версия 3.0. Что изменилось по сравнению с версией 2.0? Полностью изменилась электроника внутри прибора, изменилась выносная кнопка, которая входит в комплект. И есть небольшие изменения на корпусе устройства, такие как чуть-чуть поменялся переключатель режимов. Теперь также прижимная пластина, которая присоединяет к планке Пикатинни, теперь выполнена из нержавеющей стали. И другие небольшие изменения, которые мы постоянно внедряем во все наши устройства, мы постоянно ведем модернизацию. Но это именно мелочи. Глобальное изменение коснулось электроники и кнопок, потому что мы выпустили новую серию кнопок, универсальную серию D, которая выполняет две задачи. Они напрямую устанавливаются на направляющую базис, и они универсально работают со всеми нашими устройствами нового поколения. Поэтому, собственно, мы и поменяли электронику. Направляющая базис. Есть на наших цевьях серий Джокер, Спорт и цевьях с литрой У. Выглядит вот так. Позволяет облегчить оружие и устанавливать совместимые аксессуары напрямую. Когда мы устанавливаем кнопку напрямую на направляющую базис, уменьшаются габариты оружия, уменьшается масса. Очень удобно. Но если у вас есть только Пикатинни, или вы хотите установить на планку Пикатинни, это тоже возможно. В комплект всех кнопок серии D входит переходник для установки на планку Пикатинни. Универсальность же касается того, что все кнопки серии D совместимы со всеми устройствами нового поколения. Это перст 4, 4P, 4M, начиная с версии 3.0, перст 3, начиная с версии 3.0, перст 2, начиная с версии 2.0. И фонари клещ 1, клещ 2, клещ 2, клещ 2, PS плюс LSU, начиная с версии 2.0. Все эти фонари и приборы комбинированные совместимы с кнопками серии D. И самое интересное то, что они все совместимы с двойной кнопкой KVD3.2P, которая соединяет два устройства одновременно. У перста 4 ранее такая функция была. А персты 4 предыдущего поколения были совместимы с кнопкой KV4.2 и KV4.2U. Их можно было соединить с прибором клещ 2, который является двойным фонарем в видимом инфракрасном диапазонах. Теперь эта кнопка не работает с новым устройством, но новая кнопка соединяет перст 4 не только с клещом 2, а со всеми приборами нового поколения. Важно понимать, что все устройства нового поколения совместимы с кнопками серии D, но не совместимы с предыдущими кнопками. Точно так же, как приборы предыдущего поколения не совместимы с кнопками серии D. То есть, начиная с нового поколения, начинается универсальность. Универсальность — это хорошо. Теперь новый перст 4 можно при помощи двойной кнопки соединить не только с клещом 2 нового поколения, но и, например, с клещом 1 и любым другим устройством нового поколения. Это замечательно. Что в комплекте? Инструкция по эксплуатации на двух языках, русском и английском. Рекомендую прочтению перед началом эксплуатации. И алюминиевый цилиндр с прибором. Посмотрим, что внутри. Выносная кнопка КВД-2. Кнопки идет переходник для установки кнопки на планку Пикатинни. Два крепления для установки на направляющую базис. И инструкция по эксплуатации кнопки. А так же в комплект входит сам прибор. Перст 4. Посмотрим на органы управления, расположенные на корпусе. Есть две кнопки включения-выключения. Сверху и сзади. Они друг друга дублируют. Есть кнопки регулировки яркости. Плюс-минус. Узлы юстировки ЛСУ. Откручиваются. И вращая соответствующий узел, можно двигать луч по вертикали, по горизонтали. Вращая узел юстировки либо при помощи отвертки, либо при помощи грани, крышечки узла юстировки. Первым мы юстируем видимый ЛСУ. Инфракрасный ЛСУ юстировать не надо. Он приводится автоматически, когда мы отюстировали видимый ЛСУ. Спереди находится отсек для элемента питания. Питание осуществляется при помощи элемента CR123 одной штуки. Очень удобно откручивать, закручивать. Не нужна отвертка. Делается руками. Снизу установка на планку Пикатинни. Как раз тот элемент из нержавеющей стали серого цвета, о котором я ранее говорила. Сзади расположен индикатор работы устройства. Горит красным цветом, когда включен видимый режим, и голубым, когда включен инфракрасный. И разъем, куда присоединяется кнопка. Давайте присоединим кнопку. Кнопка присоединяется к разъему. Важно знать, что если вы планируете использовать прибор без выносной кнопки, то необходимо закрыть разъем заглушкой, чтобы туда случайно не попала влага. Соединяем маленькие красные точки. Кнопка присоединена. Как выбирать режимы работы? Как между ними переключаться? Режимы выбираются на выносной кнопке и на корпусе устройства. Здесь есть тумблер выбора режима, у которого есть три положения. З значит зеленый ЛСУ. Если у вас прибор красный, то, соответственно, здесь будет буква К. Обозначает видимый ЛСУ. И К обозначает инфракрасный ЛСУ. И центральное положение между ними – это выключенное положение. Прибор не работает, не реагирует на нажатие кнопок, когда тумблер выбора режимов находится в центральном положении. Когда вы закончили работу с прибором, переведите тумблер в центральное положение, чтобы сблокировать его. Итак, переключаю тумблер в режим зеленого ЛСУ. Для начала покажу управление при помощи выносной кнопки. Нажимаю на кнопку на выносной кнопке один раз. Прибор включается. Нажимаю еще один раз. Прибор выключается. Нажимаю и держу. Тактический режим. Прибор работает, пока кнопка нажата. Перестаю нажимать – не работает. Включаю. Вращаю поворотное колесико на кнопке. И яркость понижается ступенчато. Вот он сейчас в минимальной яркости. Когда подсоединена выносная кнопка, кнопки на корпусе не заблокированы. То есть я могу вернуть яркость, ту, которая была, при помощи кнопок на корпусе. И выключить прибор я тоже могу при помощи кнопок на корпусе. Это были режимы при помощи кнопки. Режимы при помощи кнопок на устройстве работают по тому же принципу. То есть я нажала – прибор работает. Нажала еще раз – выключился. Могу использовать кнопку заднюю, могу использовать кнопку верхнюю. И я также упоминала секретный режим. Некоторые называют его турбо-режимом. Присоединяю выносную кнопку. Обращаю внимание, этот режим не для каждого дня. То есть не стоит включать прибор в нем постоянно. Но иногда при выполнении некоторых задач он может пригодиться. Поэтому расскажу, как он работает. Этот режим предполагает, что кристаллу ЛСУ поступает больший ток, чем обычно в максимальном режиме. То есть он работает на пределе своей мощности. И поэтому лазер максимально яркий. Не надо делать это каждый день. Не надо постоянно использовать его в этом режиме. Потому что быстрее расходуется ресурс кристалла. Но тем не менее, если есть такая задача, то при помощи выносной кнопки включили прибор. И далее необходимо нажать и удерживать кнопку более 5 секунд. Тогда подается на кристалл больший ток. Вот видите, он стал ярче. Я перестаю нажимать. Оно перестает работать. То есть оно для небольших задач в тактическом режиме есть такая возможность. Но опять же, все время в нем включать прибор я не рекомендую. Только по особой необходимости. Как установить кнопку на направляющую базис и на планку Пикатинни? Сейчас я это продемонстрирую. И чтобы завершить тему с кнопками, кнопка КВ-Д3-2П, я о ней ранее говорила, приобретается отдельно. Позволяет управлять двумя приборами нового поколения одновременно. Если говорить о персте четвертом, логично его использовать вместе с клещом вторым. Потому что перст четвертый двойной лцу, видимый-невидимый. Клещ второй двойной фонарь, видимый-невидимый. Но можно и с любым другим прибором нового поколения. Кнопка похожа на кнопку КВ-Д2 из комплекта устройства. Но здесь два разъема под два прибора. Здесь тумблер выбора прибора. В центральном положении работают оба. Вправо-влево работает тот, в направлении которого повернут тумблер. Также есть предохранитель от случайного включения. Итак, продемонстрирую на примере клеща второго. Какой прибор к какому разъему подсоединять не имеет значения. Клещу второму присоединена сейчас тыльная часть для работы с карабинами. Я видео про этот фонарь делала. Оставлю на него ссылку. Фонарь подсоединен. Перст сейчас тоже будет присоединен. Как только я найду маленькую красную точку. Вот она. Перед включением, не забудьте, что на персте режим выбирается на корпусе. Переключила в режим зеленого ЛЦУ. Включаю. Лазер есть. Фонарь есть. Раз уж я начала говорить о том, что соединяет эта кнопка все приборы нового поколения, попробую неочевидную комбинацию. Здесь у меня, например, перст красный. Соединю красный и зеленый. В жизни, конечно, такое вряд ли часто пригодится. Но почему нет, если я могу это сделать. Для демонстрации универсальности. Итак, здесь подключаю красный, здесь подключаю зеленый. Вот, два лазера работают одновременно при помощи одной кнопки. Если я поверну тумблер, например, в сторону одного из лазеров, какого? Красного. Работает только красный, а зеленый не работает. Соответственно, повернула в сторону зеленого. Работает только зеленый, красный не работает. Такая универсальная кнопка. Она тоже устанавливается и на базис, и на пикатине. Переходим к установке. Соединю назад. Сейчас на направляющую базис установлена кнопка КВД-2 и провод зафиксирован при помощи фиксатора провода ФП-3 и двух фиксаторов ФП-2. ФП-2 имеет сбоку крючочек, вот такой, чтобы держать провод. Посмотрим поближе. Сбоку у фиксаторов ФП-2 есть крючочки для того, чтобы держать провод. Также провод можно провести по центру, если планка Пикатине это позволяет. Здесь заниженная, здесь нельзя, а вот на такой, например, можно. Также есть модификация фиксаторов провода ФП-1 под один провод. Там нет крючка, там провод проводится под фиксатором. Итак, КВД-2 установлена на направляющую базис. Направляющую базис, эта кнопка может быть установлена тремя способами. Первый показан здесь, когда она установлена в месте соединения цевья с верхним кронштейном. То есть отсюда был выкручен винт М5 на 7, который входит в комплект цевей с направляющей базис. И поставлен винт М5 на 9. М5 на 9 винт был взят из зажима зацепа. Зажим зацеп состоит из винта М5 на 9 и зацепа. Зацеп устанавливается с оборотной стороны цевья. Винт проходит через кнопку, через цевьё вкручивается в зацеп. Для этого необходимо снять цевьё предварительно. Я этого сейчас делать не буду, но думаю, это понятно. Дальше. Кулачковый зажим. Кстати, кулачковый зажим претерпел небольшое изменение. Мы теперь его делаем из нержавеющей стали. Он был чуть-чуть модернизирован. Покажу, как его поставить. Для этого сниму кнопку с цевья. Раскручу кулачок. Круглая часть устанавливается в округлое отверстие на кнопке. Кулачок вкручивается с оборотной стороны. Его до конца закручивать не надо, просто наживите его. И, наконец, кулачок вставляется в овальное отверстие на цевье. Например, сюда. Позиционирую кнопку в направляющей и закручиваю соответствующий винт. При этом, что происходит? Кулачок разворачивается на 90 градусов. И это фиксирует кнопку в направляющей. Все, она установлена. И есть еще один способ установки. Если вы будете ставить кнопку на планку Пикатинни. Для этого есть переходник. Переходник также будет вставляться в округлое отверстие. Отверстие вот этой своей частью. Так, переходник установлен. Теперь его можно установить на планку Пикатинни. Прибор PRS4 уже успел себя зарекомендовать как мощный и надежный помощник для выполнения самого разнообразного рода задач. Теперь же новая версия еще и дружит со всеми нашими устройствами нового поколения, что само по себе замечательно. Так что надо брать. Приобрести прибор можно в нашем интернет-магазине zenitka.ru А также в партнерских интернет-магазинах. Список официальных партнеров перечислен на сайте zenitka.ru В разделе партнера. Понравилось видео ставьте лайк. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok